Завтра в Театре нации премьера. Зрители увидят новый эксперимент Дмитрия Крымова по переводу классических текстов на театральный язык. На этот раз режиссер сделал комедию «Дель арте» из Тургеневской «Муму». Яна Мирой продолжит. Это тайный разговор. Без звука, без звука. Дмитрий Крымов и Алексей Вертков встретить камеру не ожидали. За несколько минут до показа вышли на тайный разговор. Вместе они работают впервые. Крымов искал артиста, который расскажет про облака без романтики. Не так, как «Айвазовский» пишет «Море», а так, как о воде говорит сантехник. Цвет небосклона легкий, бледно-деловый, не изменяется во везде, не кругом одинаково. Нигде не темнеет, не пустеет гроза. Разве кое-где сверху вниз протянутся голубоватые полосы. То сеется едва заметный дождь. Тех, кто любит Тургенева, но не знаком с эстетикой Крымова, режиссер предупреждает. Смотреть этот спектакль опасно. Свой метод он называет «переворот сознания». Вот, например, монолог Марии Смольниковой. В афише ее персонаж называется «Муму». Слушай, Леша, вот этот осик, он будет до конца спектакля висеть? Можно я его смотаю? Спасибо. Ну ладно, я тогда Миронку просто смотаю. Хорошо? Евгений Миронов, когда он посмотрел, он сформулировал, что это и есть природа, на самом деле, про которую рассказывает Леша, то есть Тургенев. То есть вот эта маленькая девочка, она есть это необузданное, непонятное естество, которое надо беречь и учиться у него. Герасим тоже есть. За весь спектакль, не нарушая ожиданий, он не произнесет ни слова. Шрам на лице, механическая рука. Сидит в углу и занят своим делом. Дело – вся его жизнь. И в хорошем, и в плохом смысле. Дмитрий Крымов говорит, для него этот спектакль начался с вопроса, так почему Герасим утопил собаку? Бараня сказала, простите, пожалуйста, она была вежливая. Я плохо сплю, можно, чтобы собака не лаяла? А он пошел, утопил и ушел куда-то. То есть это человек находится на грани вообще нервного срыва. Абсолютно на грани нервного срыва. Это такой русский тип, который вот тронешь, скажите, пожалуйста, который час? И тут что-то какая-то революция произойдет. Потому что все накопилось до такой степени в людях, что ну как на улицу. А вы выйдете на улицу и спросите, который час, кстати. Вы все увидите сами. Жанр, который вынесен на афишу – комедия дель арте. В героях тургеневской прозы режиссер разглядел классические маски. Охотник для него – белый клоун, который с собаками ходит по деревням, лесам. Все, кого встречает, тоже клоуны, которых объединяет одно качество. Все они какие-то брошенные. Дмитрий Крымов считает, чтобы смотреть спектакль, нужно сначала что-то знать. Чтобы разгадать его метафоры, необходим культурный слой. Режиссер говорит, только тот, кто внимательно прочел Тургенева, сможет понять, почему его спектакль называется «Муму». Яна Миро и Андрей Тарасенко в новости культуры.